С необычным преступником пришлось иметь дело окружным полицейским. Мужчина за 9 дней угнал сразу 12 автомобилей. Его добычей остановились только те машины, двери которых были не заперты. Таким образом, как говорит сам подозреваемый, он наказывал хозяев машин за собственную же невнимательность. Мол, нечего своих железных коней без присмотра оставлять. Ну а перед тем, как совершить очередной угон, преступник обязательно принимал на душу. Для храбрости, чтоб страшно не было. Репортаж Олега Хатанзейского. Угнать за 60 секунд это точно про него. Данил, так зовут горе нарушителя закона, в прошлом боксер. На ринг он уже не выходит, а тяга к адреналину, говорит, мужчина до сих пор не пропала. Поэтому теперь гормон страха в его крови вырабатывается только тогда, когда молодой человек садится за руль чужого авто. И обязательно под градусом. Самовыражаюсь, самореализуюсь так, таким образом, через пункт автомобиля. Потому что автомобили открытые, стоят просто на улице с ключами. Почему бы нет? То есть люди изначально виноваты. То есть если закрытые, я как бы иду дальше. Данил очень принципиален. Он угонял исключительно открытые машины. Заблокированные обходил стороной. За ночь мужчина мог стать незаконным владельцем сразу двух автомобилей. Для каждого проводил свой тест-драйв. Сначала катался, затем совершал ДТП, а после, как будто ни в чем не бывало, отправлялся спать. К стражам порядка несколько раз Данил приходил сам. Писал явку с повинной и сотрудничал со следствием. Мужчина признавался, для него это просто развлечение, так называемая проверка полицейских. Я работаю в перчатках, то есть не оставляя перчатков пальцев, подожировых следов, не оставляя следов, ну, бахилы там надел. Смогут это доказать или не смогут? Мне вот это интересно. И вы решили так на себе проверить? Угу. Очень интересно. Мужчина, угоняя автомобиль, крал еще и документы. В нескольких эпизодах забирал магнитолу. Не оставлял хозяину даже флешку с музыкой. Все 13 грешков, которые горе-преступник совершил за 9 дней, полицейскими уже доказаны. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Нинско-автономного округа для утверждения. В последующем будет направлен на Ринмарский городской суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что причинами и условиями совершения данных преступлений послужило халатное отношение владельцев автотранспорта к своему имуществу. Угонщик-рекордсмен секрет своего успеха не скрывает. Главное, говорит мужчина, оказаться в нужном месте в нужный час. Чаще преступления совершал в ночное время, ну или под утро, когда хозяева железных коней крепко спали. Днем местный авантюрист тоже не терял время. Сценарий угона довольно прост. Вот, к примеру, водителю необходимо зайти в магазин всего лишь на несколько минут. Вот, и, как правило, свой авто он не закрывает, окна тоже, а ключи находятся в замке зажигания. Ведь это же на Ринмар, думают водители, ну кто здесь будет красить, и тогда в дело вступают преступники. Человеку необходимо сесть в машину, завести ее и уехать как можно дальше. Все просто и банально. Теперь в Наринмаре одним угонщикам стало меньше. Впрочем, это не значит, что машину можно не закрывать. Будьте внимателем. Но если же у вас угнали авто, сразу же обращайтесь в полицию. Протяните всего несколько часов, и поиски пропавшей машины могут сдвинуться на годы. Даже в Наринмаре. Олег Танзейский, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Телеканал Север.